Владимир Николаевич, добрый вечер. Здравствуйте, Сережа. Ну что, я смотрю, вы сегодня в футболке сборной России. Это мы заранее проговаривали одну тему, о которой поговорим. Это день рождения Анатолия Федоровича, Бышевца. 75 лет ему исполнилось. И что вы хотели бы сказать этой футболкой? Сережа, вы знаете, честно сказать, ничем я не хотел сказать. Просто, коль скоро вы мне позвонили и сказали, что хотели бы приехать и поговорить в частности. А Бышевце, которому сегодня исполнилось 75 лет, у меня большая коллекция футболок, которые мне дарили футболисты и тренеры. Я вспомнил, что у меня есть майка, которую мне подарил Анатолий Федорович, когда вылетал со сборной России в Бразилию. И перед отлетом я был у него в гостях дома. Его жена Наталья Ивановна специально приготовила обед. И Анатолий Федорович мне позвонил и сказал, чтобы я обязательно приехал к нему домой. Не на дачу, где он сейчас в последнее время живет, в последние годы живет, а на квартиру. Ну, так получилось, и он мне эту майку подарил на память. Вот она у меня сохранилась. В чем уникальность Бышевца, Владимир Николаевич? Вот что вы могли бы выделить? Вы понимаете, какое дело? Я про него написал замечательный рассказ с моей точки зрения, который Анатолию Федоровичу очень не понравился. Он вообще очень высокого мнения о моих литературных способностях, хотя Анатолий Федорович Бышевец очень-очень тяжел на похвалу. Анатолий Федорович, во-первых, считает, он о себе очень высокого мнения, тут никуда не попрешь. И он очень скуп на похвалу другим людям. И вот это его похвала по поводу того, что ему очень нравятся мои рассказы о футболе, но они не только ему, там и Васе Уткину нравятся еще очень многим другим, тем людям, которых я очень ценю вкус, литературный вкус. Вот. И когда Анатолий Федорович прочитал рассказ в первой книге моей о нем, он пришел в ужас. Он считал, что он солнышко, понимаете? А кой сковора солнышко, от этого солнышка всем тепло. Это не так. Я Анатолию Федоровичу сказал, это не так, Анатолий Федорович. Человек сложное существо. И он в том числе. Анатолий Федорович обиделся и не разговаривал со мной несколько лет. А когда он приступил к написанию своей книги самостоятельно, он вдруг позвонил мне и извинился передо мной. И сказал, Володь, слушай, я что-то погорячился. Ты абсолютно прав. Если писать о человеке, надо раздеваться душой. А если ты раздеваешься душой, ты говоришь о своих недостатках. Он говорит, а я как-то о своих недостатках вот не люблю говорить. Да. Понимаешь? Иначе, мне говорят, читать никто не будет. Понимаешь? Я должен быть достаточно понятен, что я человек, а не бог. Так. Ну вот, собственно, так сказать, это что касается... Вы мне просите, какой вопрос задали? Уникальность в чем Бышевца, Владимир Николаевич. Вот вы сказали одно свое воспоминание. Но ведь так, если брать период клубной работы в России, она ее яркой не назовешь. Так вот, вся его уникальность в его суждениях. Вы понимаете, по поводу своей игры в футбол и по поводу игры сборной. Меня с ним сближает его способность неординарно мыслить. Понимаете, его мысль, его логика мышления, она отличается от всех тренеров. Понимаете, его очень легко, сразу, едва услышав его речь, даже если она изменена, я имею в виду тембр голоса, его сразу можно понять. У него логика очень специфическая. Она трогает, эта логика. Она трогала вот всю историю его футбола, как он играл в «Динамо Киев», как играл в сборной, как играл, как тренировал. Она всех, он не может быть незаметен. Понимаете? Его философия, вся его философия, это в том, быть лучшим. Если он игрок «Динамо Киев», значит «Динамо Киев», которая была в то время самой лучшей командой, а в этой команде он должен был быть лучшим футболистом. А если в сборной, то в сборной, а в сборной же он играл с кем? Он играл со знаменитым нашим Эдуардом Стрельцовым, Ворониным, Ивановым и тому подобное. И вот, иной раз мы с вами несколько раз достаточно интересно рассуждали по поводу Стрельцова, а я вам говорил в тот раз, ну, коль скоро сейчас день рождения Анатолия Федоровича, к месту это было бы сказано, если вы войдете в интернет, сразу же вы встретитесь по поводу Бышевца, вы тут же встретитесь с его знаменитым голом в ворота сборной Австрии в 1967 году через себя, где Стрельцов проходит по левому флангу, отдает на правый фланг Воронину, Воронин проходит, навешивает, и метров там 17 через себя Анатолий Федорович красивым ударом забивает гол в ворота сборной Австрии. Этот гол в 1967 году был лучшим голом в мире, считалось. Вообще вся его судьба, вся его жизнь, когда вот я, я же все-таки с Анатолием Федоровичем, я представлял его интересы где-то лет 5-6, наверное, и мы с ним всегда и до сих пор продолжаем беседовать на разные темы, и не только на футбольные, и на литературные, и на театральные там какие-то, на исторические, он большой, дока, много знает, много читает, и я прислушиваюсь к его мнению, вот он, например, весь мой исторический роман от начала до конца прочел, и он восторженно позвонил мне и сказал, Володь, а вообще-то меня удивить какими-то историческими фактами просто невозможно. Я прочитал твою книгу от а до я. Он сказал, и там ты сорил такими факторами историческими, которых я никогда не знал, прожив до 70 лет. Просто не знал. Спасибо тебе. И он до сих пор, мы сегодня с ним разговаривали, он опять вспомнил о моем историческом романе и похвалил меня еще раз, понимаете. Хотя я вам как вот сказал, что Анатолий Федорович очень специфический человек, он никогда никого не хвалит, он любит, когда хвалят его. А его есть за что хвалить, неспроста он с Высоцким был знаком, и мне часто рассказывал нюансы, а уж кого он только не знал, понимаете, от министра внутренних дел до Леонида Ильича Брежнева, понимаете, он всех знал, и все хотели с ним здрасте сказать. Вот как с Высоцким все хотели поздороваться, так все хотели сказать Бышу здрасте. Извините, что я называю его Быш, потому что его по жизни все его друзья-товарищи так называют. Почему? Потому что этот человек максималист. Он хотел быть все время первым. Первый, первый еще раз, другого числа, как номер один, для него не существовало. Это была его специфическая черта, которая отсутствует практически у всех тренеров наших. Иной раз я вот сегодня как-то вдруг в интернете прочел одно замечание Робинера, который все время подчеркивает, если касается дела Бышевца, он всегда подчеркивает, что сборную нашу тренировал, умудрился шесть игр подряд проиграть. Понимаете? Ставить жирную точку. Не говорить, с какими командами он играл. Понимаете? Это не сейчас наша сборная, которая играет то с одной смешной командой, то с другой, то с третьей, которые вообще не знали, что такая страна существует. В Европе. Анатолий Федорович вот шесть игр подряд он сыграл. Да, там неуспешно, действительно, но он играл со сборной Бразилии, он играл со сборной Франции, он играл со сборной там еще с кем-то. Украина. Со Швеции, Украина и Италия. Да, Испания, извините меня. Он с лучшими командами отыграл, проиграл. Да, ну, умудрился еще сборной Исландии проиграть, где мы в свои ворота гол забили, красивый гол головой, если ты помнишь. Да, да. Вот. Ну, это вот просто к примеру, Сереж, к примеру. И, кускоро, вот я назвал эти шесть команд, которые он проиграл, но почему-то мало кто говорит о прекрасных матчах на чемпионате Европы 92-го года. Да. А уж про Олимпиаду вообще никто не вспоминает, что на Олимпиаде мы обыграли в финале сборную Бразилии, которая была укомплектована звездами бразильского футбола, которые через год, через два стали самыми знаменитыми футболистами мира. А в команде сборной ФРГ и Италии играли самые звездные футболисты, которые тоже в сборную ФРГ украсили своими звонкими именами. Так. Вот. Ну, почему-то у нас такое однобокое. Я говорю, может быть, эта однобокость вызывает, вызывается суждением Анатолия Фетча. Он, он, врагов у него было так много, что перечислять их займет все время нашей передачи. Поэтому говорить о нем не будем. Кто его главный враг, Владимир Николаевич? Не будем. В футбольном мире. В футбольном мире. Юрий Павлович Семин, Павел Федорович Садырин и, конечно, наш великий глава Российского футбольного союза. Так. Который... Ну, Сережа, извините, пожалуйста, я не назвал главного врага, конечно, его, которого он называл Рыжий. Он никогда его по фамилии, он никогда Валерия Лобановского при мне по фамилии не называл. Он когда-то, Валерий Лобановский его обидел, вы помните этот великолепный 1988 год, когда Лобановский стал серебряным призером и подписал свой контракт в Объединенных Арабских Эмиратах, а про Бышевца сказал, да, тренер неплохой, но для молодежи. В общем-то, сырой еще, сырой, и, возможно, никогда не будет хороший для взрослых. Понимаете, он Анатолия Федоровича обидел, а Анатолий Федорович никогда не забывает никому обид. Понимаете, так сложилось. И когда я подписывал контракт Анатолия Федоровича, второй контракт в Корее, мне поставил Бышевец одно главное задание. Он сказал, Володь, нюансы контракта сейчас с тобой не будем обсуждать, когда мы летели с ним на огромном самолете, и все 12 часов пока летели, не спали. Он мне сказал, задача, контракт должен быть подписан на сумму большую, чем контракт в Объединенных Арабских Эмиратах Валерия Лобановского. Он говорит, потому что для меня это кровная обида, кровная. Переплюнуть там этот трехсоттысячный контракт по тем временам было очень тяжело, потому что тренерам не платили таких больших денег в то время. 93-й, 92-й, 94-й. И вы переплюнули, Владимир Николаевич. Да, когда мы посчитали, что мы на 20 тысяч переплюнули со всеми бонусами, которые он там получал, Анатолий Федорович сказал, все, Володь, ты свою задачу сделал. Можешь получить комиссию честную, которую я заработал, я представлял интересы своего интерспорта. Но были мы с ним две недели. И надо сказать, что Анатолий Федорович выделялся, вы спрашиваете, а что он из себя представлял как человек? Да. С ним было всегда интересно беседовать, но он никогда не пил. Он вообще не пьющий человек, спиртное практически не выпивает. Жара была 34 градуса, а в августе переговоры шли ровно две недели. И на улице было так жарко, что не в сказке сказать, понимаете. Дело в том, что по утрам он обязательно проплывал свои три километра в бассейне на улице рядом с гостиницей нашей. А вечером он обязательно пробегал пять километров и заставил меня бегать с собой. Понимаете, до горы, в центре города, там вышка телевизионная. Вот мы вот вокруг этой горы вот так вот бежали. До верха надо было добежать, потом спуститься. Но пот, даже мы бегали, когда в 10 часов вечера выходили, а полдвенадцатого возвращались. Пот лил, просто, было такие вот майки, они были просто полностью. Но Быш не пропустил ни одного дня. Ни одного дня не пропустил. Для него главная тренировка. Он не переносил. Если футболист курит, например, если футболист пьет, если футболист не читает книг, понимаете, не интересуется литературой, искусством, не ходит в театр, неопрятно одет, не носит галстук. Для него это, понимаете, для него это плывок. Для него, понимаете, поэтому он в своих командах всех ребят водил в театр, в библиотеки, одевал их, подписывал контракты специально, чтобы их одевали лучшие итальянские кутерье с хорошими рубашками, чтобы они смотрелись. Вот для него это было очень... Он сам одевался всегда очень хорошо. Мы с ним все магазины обошли корейские, а корейские магазины в Сеуле это одни из лучших в мире. Вот у него такое было. У него он специфический, я сказал, он же специфический человек не только в футболе, но он во всем. С ним интересно, вот мне с ним интересно. Со многими другими мне скучно, а с ним мне интересно. Хвалить я его особенно не хвалил. Об одном враге мы поговорили, а в чем его враг Юрий Павлович Семин? Юрий Павлович Семин, друг Садырина. Они, собственно, вместе были. Они уподоблялись таким словам, как называли его только украинский специалист. По-другому они его не называли. А он над ними потешался. У него были специфические. Это мелкие колкости, мелкие обиды, связанные с тренерки. Во-первых, вы знаете, Юрий Павлович вообще очень высокого мнения о своей профессиональной деятельности в качестве футболиста. А Бышин всегда говорил, ну, понимаете, Володь, ну ты что, смеешься, что ли? Вот я, я был футболистом. Меня во всем мире знали. Меня знали во всем мире. Не только в Ферентину звали, понимаете? Меня знали. Не только в Советском Союзе меня ценили. Человеку, у которого мяч невозможно было отобрать даже на тренировке. Он считал, что если он вышел на поле, с мячом должен быть только... Да, действительно, он жадноват. И в прямом, и в переносном смысле. Чисто украинская черта человеческая. Так. Она находила свое отражение и в футболе, за что его критиковали специалисты, когда он был футболистом. Также он относился и по жизни. Ну, как я вам говорил, уже он всегда себя видел на первом месте. Ну, плохо ли это или хорошо? Не знаю, Сережа. Понимаешь? Не знаю. Для меня, для меня, я видел в этом несколько предусудительное начало. Потому что я все-таки по натуре добрее, чем Анатолий Федорович. Я, понимаете? Просто вот. Да. Ну, Анатолий Федорович, он мне говорит, Володь, если бы я не был таким... Он ведь отдает себе отчет, Сережа. Он же не идиот, не дурак. Он очень умный человек. Он отдает себе отчет, что в нем есть вот эти отрицательные черты. Но он говорит, если бы я не был таким жадным, я бы никогда не был лучшим футболистом страны. Понимаете? Его только из-за жадности к мячу ему не давали лучшего футболиста страны. Потому что находили там того же из Спартака Евгения Серафимовича. И отдавали пальму первенству ему, потому что он, так сказать, футбол это коллективная игра. Обычно он хотел всех обыграть и забить один гол. За это его критиковали. И иногда ему просто отказывали. Но ведь, Владимир Николаевич, есть, мне интересно, ваша трактовка письма 14. Насколько я понимаю, Юрий Павлович и Павел Федорович Садырин, это же одна связка. А Анатолий Федорович, это письмо 14 и все, что с ним связано. Как вы... Я могу сказать только одно. Сам по себе факт. Сам по себе факт. Мы, понимаете, это очень объективное, субъективное мнение. Сам по себе факт того, что 14 лучших футболистов страны были забышевца, были забышевца и написали такое письмо. Однако, глава Российского футбольного союза вместе с Павлом Федоровичем Садыриным и с Юрием Павловичем Семеным и с Борисом Петровичем Игнатьевым свалили его. Свалили. Главная отрицательная черта, которая была у Бышевца, он украинский специалист. А они русские люди. Понимаете? Ну, я не знаю, если это, так сказать, брать за основу, брать за основу, то тогда да. Потому что, хотя Анатолий Федорович уже больше 10 лет жил только в Москве. Вот. И называть его украинским специалистом, ну, это было просто... Ну, просто, ну, с моей точки зрения, это неуместно было. Не от большого ума. Но, я говорю, у Анатолия Федоровича была вот специфика. Специфика такая. Его затравили. Его затравили, действительно. Он приехал ко мне в Саунтерспорт и сказал, Владимир Николаевич, я с вами не знаком, но мне про вас рассказали очень много добрых слов. Вы не могли бы... Я слышал, вы уезжаете в Корею в очередной раз. Вы с кем там будете встречаться? Не будете ли вы встречаться с руководством, высшим руководством футбола Южной Кореи? Если вы будете, скажите им, они ко мне очень хорошо относятся, скажите им, что я свободен. Я могу рассматривать вопрос и помочь корейскому футболу помочь. Я ему сказал, хорошо, Анатолий Федорович. И это удивительное. Вот вы знаете, если скажете, Сереж, я слава богу, что я не верю в бога, являюсь атеистом, поэтому нельзя его упрекнуть. Но я улетел в Корею, сижу в Федерации футбола, обсуждаю вопрос с одним из самых значительных человеков в Южной Корее, очень богатым человеком, владица компанией Hyundai. Да. Вот. И мне в этот момент звонит по телефону Бышевиц. Вот поможете представить? Я беру телефон, Анатолий Федорович говорит, Владимир Николаевич, как хорошо, что я вас нашел. Я говорю, Анатолий Федорович, а в чем дело, что случилось? Он говорит, я хотел бы спросить, у вас какие-нибудь дела движутся, и по мне вы не забыли? А я говорю, вот как раз я сижу в Федерации футбола Южной Кореи и разговариваю по вашему вопросу. Вот такая вот хрень, такая хрень была. Понятно. Владимир Николаевич, ну что, на ваш взгляд, вот Анатолий Федорович, 75. Можем ли мы говорить, надеяться на то, что тренерская карьера еще как-то будет продолжена, что в каком-то качестве он пригодится? Ну, вы знаете... В том числе и нынешнему РФС. Бышевец Анатолий Федорович нужен всем. Его ум, его ум и знание дела нужно всем. Но он бескомпромиссный человек. Очень жесткий человек, любящий самого себя. Поэтому у него есть проблемы. У нас коллективный все-таки разум в Российском футбольном союзе. И далеко не все его любят. И я очень сомневаюсь, что Анатолию Федоровичу позволят порулить. Понимаете? Позволят порулить, пусть даже и не на первых ролях. Ну, так уж вот мы созданы. Понимаете? Никто не любит за своей спиной серьезную кандидатуру человека, способного говорить умно, рассуждать деловито. Вы, наверное, сами замечали. Вы же не один раз брали у него интервью. Когда вы с ним разговариваете, вы чувствуете, что человек говорит не глупость. Согласны со мной? А говорит и отвечает за свои слова. Делает сравнительный анализ сразу. Делает выводы, ищет объяснение и не стесняется говорить это прямо в глаза. Очень мало кому такие вещи нравятся. Ну, вот это вот так. Владимир Николаевич, еще одна тема, о которой надо обязательно поговорить. Это все, что связано с Суперлигой. Проект, который, похоже, заморожен. Да, англичане вышли, значит, остались всего несколько клубов. Барселона Реал, да, и Ювентус. Что вы об этом думаете? Как это все происходило? Ну, видите ли вы, Сережа, мы с вами обсуждали этот проект совсем недавно. Да. Ну, очень интересный проект. В каком смысле очень интересный проект? Обстановка. Мы почему-то с вами не педалируем главную проблему, которая на сегодняшний день откровенно ярко себя проявляет. Какая? Это коронавирус. Коронавирус заставил и без того европейский и мировой футбол пригнуться. Так. Не хватает денег, а футбол это все-таки, это бизнес на сегодняшний день, особенно если мы говорим о клубном футболе. Да. В данном случае вы задаете мне простой вопрос о клубном футболе. Да. Какова судьба клубного футбола в Европе? Да. Я вам как-то еще полгода назад говорил, что у таких команд, как Барселона, Реал Мадридский, Атлетик Мадридский или там английский Арсенал, очень серьезные пробелы по деньгам. Банки, практически все клубы, лучшие клубы Европы сейчас находятся в сложных отношениях с банкирами. Банки, более того, все клубы закредитованы. И клубам, если и дают деньги, то только под очень высокий процент. Что еще сильнее пригибает лучшие клубы Европы. Они ищут выход. Мне тяжело объяснить вам во всех нюансах, что происходит. Давайте поясню на простом примере. Давайте. Чтобы было яснее. Да. У нас ситуация аналогичная той ситуации, которая происходит вот в этих клубах, очень похожа на ситуацию с футбольным клубом ЦСКА. Гиннер не продумал все нюансы, занял денег. Удивительно, как он умудрился в ВЭБе 300 миллионов евро получить. Потому что ВЭБ никогда в своей жизни, в существовании за все годы, ни одному футбольному клубу и вообще футболу денег не давал. И вдруг неосторожно дал денег. Потому что его заверили, банк заверили, что обязательно вернут. Но деньги банку так и не вернули. Не получается. Такая хреновина не получается. Хотя сам банк сразу говорил, что в России футбол не рентабелен. Нет ни одного рентабельного клуба. И он не вылезает. Даже на йоту не вылезает из понятия рентабельности в рамках понимания капиталистического образа. А футбол вообще это страшная черная дыра. ВЭБ вообще в эти черные дыры любит соваться. А футбол он не совался. Он понимал, что это еще чернее дыра. Но он залез в эту черную дыру и получил. Среди 12 команд, о которых вы мне сказали, одна команда очень похожа на ЦСКА. Это Тоттенхем. Он нацкий. У него та же система. Они также взяли денег в банке на строительство стадиона своего. И теперь не знают, как отдать. Приблизительно. Но это не самый плохой клуб в экономическом, финансовом отношении. Все остальные гораздо хуже. 5, еще раз назову. 5 миллиардов 600 миллионов евро. Евро это долг этих 12 команд по отношению к коммерческим банкам Европы и Соединенных Штатов Америки. Я вас спрашиваю, Сережа, кто будет отдавать эти деньги? УЕФА, может быть, хочет отдать? Или ФИФА? УЕФА создал Лигу Чемпионов. УЕФА создал Лигу Европы. И наши команды, российские, очень здорово стригут деньги. Например, сейчас уточнили, какую сумму получит Локомотив через 2 недели. В середине мая. 15 миллионов 200 тысяч евро. Спрашивается, за что? За участие. Ну, это если Локомотив займет второе место. Да, но, Сережа, нет, нет, вы меня не поняли. Дело в том, что если Локомотив сейчас займет второе место, они примут в сентябре участие в Лиге Чемпионов. Если пройдут квалификацию? Нет, со второго места. Да, пройдут. Если надо проходить квалификацию, поменялась ситуация. Поменялась ситуация, потому что мы очень плохо играем. Мы не только нерентабельны, но в экономическом смысле мы еще плохо играем. Безобразно. Так вот, если мы попадем, то они получат деньги в следующем мае. Вот сейчас, в этом мае, они получат за сентябрь, когда они... Потому что сразу деньги не отдают, их надо сначала заработать. Так вот, другие клубы, вот эти 12 клубов, про которые мы сейчас с вами говорим, они получат приблизительно такие же деньги, как Локомотив. Ну, согласен, несколько клубов из них получат ровно в два раза больше, чем Локомотив. Вот, но даже эти деньги, это капля в море по сравнению с теми долгами, которые они наделали. А нет, не Локомотив. Они же покупают и футболистов, и тренеров гораздо дороже. За которых надо платить. А на стадионе футболистов народа нет. Никто не смотрит телевизионные передачи, потому что они пустые. И звон, как я говорил, пустой. Вот, поэтому им надо вылезать. Но им никто не предлагает способ вылезти. GP Morgan им предлагает. Они говорят, мы дадим вам 3,5 миллиарда евро. Вы заплатите на первом этапе создания этой лиги. Вы получите эти деньги, расплатитесь по основным долгам и сможете обслуживать свои долги. Наконец-то будет. Это палочка-выручалочка им. Для того, чтобы вылезти из долгов. На что эти клубы клюнули и согласились. Но их сейчас сумели, ну, сказать, что запугать их сумели. Нет, кто их пугать будет. Нет, их сумели убедить, что они все-таки не правы. Что англосаксонская палочка-выручалочка может подождать. Годок-другой. Если ничего не получится, то они вернутся к этому варианту. А сейчас им предлагают подумать и найти более благоприятный вариант. Почему? Урезать таким клубом, наверное, таким, как Россия и там Украина и тому подобное, выплаты за участие в кубках. А вот этим клубом, которые занимают высочайшие места и которых хочет видеть весь мир, им увеличат эти деньги. И постараются их за уши вытащить из экономического болота, в который они сейчас попали. Вот о чем идет речь. Наши же болелые с вами до конца не могут понять. Да какой там болелые? Наши руководители федерации не могут понять. Это здорово вообще, когда в нашем футболе наши крупнейшие компании финансируют и голова ни у кого не болеет. Ни у «Зенита», ни у «Локомотива», ни у «Спартака». Приносят, деньги отдают. Футболисты играют и даже не задумываются, откуда им деньги вытаскивают. Там-то они в рыночной экономике, Сережа. Там, если ты не зарабатываешь, тебе никто ничего не даст. Правильно? Судись, не судись, если денег нет. Они выкручиваются, как могут. У нас никто не выкручивается. Вы заметили, даже в футбольный клуб ЦСКА, может, они бегают все время отчитываться перед вебом, сколько они заработали, сколько не заработали. Да никто из них не крутится. Они считают только свою заработную плату. И в голову им не приходит, сколько на стадион пришло болельщиков ЦСКА. Просто не приходит в голову. Понимаешь? Поэтому наш футбол другой. Нам эти вот их проблемы, они не волнуют. Не цепляют. Поэтому мы, когда с вами, помните, рассуждали еще полгода назад. А что, если сделать нашу лигу из 10 команд, в которых будут играть только 10 лучших команд, которые смотрят по телевизору действительно. Из 12 все-таки. Да, я сказал, что 10 это не очень хорошая цифра. Уж очень мало команд. Уж очень мало. Потому что начинают упрекать, что это одни московские команды, плюс Зенит и плюс там Сочи, плюс Краснодар и из Татарстана. Команда Рубин. Все. Надо все-таки немножко расширить, чтобы был хоть какой-то выбор. Поэтому я предложил 12. Вообще 10. 10 команд. Собственно, что делает Лига Европы, Суперлига, которая предлагает. Они выбрали 20 команд, которых смотрит не только Европа, но и Америка и Азия, что очень важно. Китайцы, корейцы и японцы очень любят смотреть. И очень здорово за это платят. Они считают, Сереж, вот вы меня задели и говорите, Владимир Николаевич, что будем с рентабельностью делать? А ничего, Сереж, вы хоть раз слышали это слово, противное слово для наших руководителей футбола? Рентабельность российского футбола в рыночных условиях российской экономики. Вы слышали хоть раз? Может, кто-нибудь из них диссертацию написал? Помните, Муткотт, он писал диссертацию в свое время, чтобы возглавить Российский футбольный союз. Он написал очень интересную диссертацию на очень интересную тему. Это рыночные способы работы. Понимаете, у него же диссертация-то очень хитрожопая. Понимаете, просто бери его диссертацию и, что называется, с помощью его диссертации определяй рентабельность нашего футбола. Написать-то он написал, но ни разу ей не воспользовался. Согласны со мной? Или вы, может быть, скажете, что я преувеличиваю? Владимир Николаевич, я правильно понимаю, что вы считаете идею здравой, но тогда почему же это все провалилось? Это не провалилось. Как это провалилось? Сережа, что это не провалилось? Провалилось это, знаете, они объявили, начали играть, а денег нет. Нет, они не сумели сразу с первого захода пробить УЕФА и ФИФА. УЕФА и ФИФА заручилась выступлением президентов всех стран. Выступил Макрон, выступил премьер-министр Великобритании. Это все равно странно, что Владимир Владимирович сейчас не выступил. Меня потому что удивило, например, выступление руководителя Дюкова нашего Александра. Он выступил и сказал, нам это не нравится. Простите, вас послали на три буквы? Вас? Ну, не в прямую, в косвенном смысле. Россию послали на три буквы. Он выходит на сцену и говорит, мне это не нравится. А тебя и не спрашивают, дорогой, нравится тебе или не нравится. Тебя просто берут и ставят по факту в не очень удобную позу. А ты говоришь, что мне это не нравится. А тебе нравится все время за счет государственных средств организовывать наш футбол? Наш ведь футбол, это же, понимаете, ну, как вам объяснить? Мы же называемся профессионалами, они же называются, они, мы. Они называются профессионалами, Сереж. Что значит профессионалы в условиях, в условиях не только коронавируса, но в условиях рыночной экономики? Это те люди, которые зарабатывают себе деньги сами. Ну, вот, например, актеры, да, в театре. Они вот, они ставят театр и получают деньги за те спектакли, которые они сыграли. Так ведь? Да. А вот наши футболисты играют, ну, приходят, я согласен, кое-кто приходит на стадион, смотрят, какие-то деньги платят за телевидение, но телевизор очень мало смотрят. Наш футбол вообще за последние 10 лет все меньше и меньше смотрят. Вот хоть кто-нибудь в этом смысле задумался. Вот тогда, Сережа, если наши болелы только захотят правильно понять, возьмут учебники Карла Макса и почитают об особенности рыночной экономики, они поймут, что это хрень какая-то. Они называют себя профессионалами, а заработать даже 10 копеек не могут. Вот тогда я скажу, да, они даже за те деньги, которые получают за матч, они не могут заплатить за обслуживание этого стадиона, на который собрались. Если по-честному, Сережа, по-честному. Поэтому есть проблемы. Я к чему это говорю? Не для того, чтобы заклинить наш футбол. К тому, что если в первый раз не пробили, то во второй раз пробьет. Вы это имеете в виду? Именно это я и хочу сказать. Либо УЕФА и ФИФА должно серьезнейшим образом задуматься и придумать Лигу Чемпионов и Лигу Европы, где эти команды будут вылезать из сложных экономических положений в своих странах. Вот тогда это будет получаться. Понимаете? Вот чего они и пытаются. Может, они и сначала, когда сделали заявление свое, что они, может быть, в глубине души и в сером веществе своих голов имели в виду, ну, хотя бы напугаем УЕФА и ФИФА. Может быть, они задумаются. Может быть, все-таки побольше надо денег давать нам. Хоть нам и без того много дают, но их этого все равно недостаточно, потому что мы влачим жалкое существование. А если мы, Реал и Барселона, прекратим существовать, то на их место придет кто? Локомотив придет с ССК и со Спартаком. И что будет? Кто будет смотреть этот футбол? Две игры выиграют, две игры проигрывают. Три игры выиграют, три игры проигрывают. Четыре игры выиграют, четыре игры проигрывают. Вот такой наш футбол. Понимаете? Ну, Европу этот футбол не устраивает. А они видели наш футбол и сказали, нет, ребята, это так не пойдет. И наш рейтинг, что с нашим рейтингом случилось? Упал. Ну, ниже плинтуса я не могу сказать, но упал, Сережа. Поэтому нам надо быть порядочными по отношению к себе. И когда делать заявление по поводу того, осуждающие, что это они там понадумали все. Понимаете? Надо подумать, а что вообще в экономическом смысле творится в европейском футболе? Если мы их правильно поймем, если поймем. Ведь их, вот, Сереж, вы, наверное, заметили, да? Что нету в этих клубах, в этих 12 клубах, спонсоров таких, знаешь, где на груди написано «Газпром» или что-то еще. Где тебе выкладывают деньги, и ты ни за что больше не беспокойся. У тебя все в порядке, твою зарплату выплачивают. Они немножко в другом мире живут. О чем они, собственно, сделали заявление и обратили внимание. Джипи Морган просто так не бросается деньгами. Джипи Морган подумал как следует и говорит, я вам деньги дам не просто для того, чтобы вы их взяли и не вернули. Вы их мне вернете, обязательно вернете. Это вам не веб, понимаете, который ЦСКА все будет продавать, 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 и так больше ни разу и не продаст. Понимаете, в конце концов спишет 300 миллионов, как списал очень большие деньги, которые в черную дыру были направлены во время подготовки Олимпийских игр в Сочи. Извините, так сказать, что я все время пытаюсь. Владимир Михайлович, ну горизонт какой планирования? О чем мы можем сказать, когда все-таки Суперлига вновь станет актуальной? Она обязательно станет актуальной. Нам просто надо немножко подождать. Если вы захотите понять, вы начнете изучать историю НХЛ. И если думаете, что НХЛ сразу поднялся, нет. У НХЛ было так много проблем. Я в это время, вот в это время именно, когда у НХЛ было много проблем, я несколько раз прилетал в Соединенные Штаты Америки и Канаду. И слушал американских бизнес-людей в спортивном бизнесе, которые рассказывали, что для них, они сейчас очень сильно рассматривают, не хватает денег, денег не хватает. А им нужно не просто создать, еще и лучших хоккеистов со всех стран мира, прежде всего из России, привезти. Для этого нужны большие деньги. А чтобы были большие деньги, надо пробиться в телевидение, американское телевидение. Надо определиться, там большие преобразования были сделаны. Поначалу, у них было очень много проблем. Я не буду об этом рассказывать, потому что это не футбольные проблемы. Но этих проблем было много. Сначала они набили шишек, а потом все-таки добились. Они вообще-то, вот эти англосаксы, американские особенно, набивают себе шишки, а потом вылезают. Они же ноздрями своими чувствуют запах денег. Они почувствовали сильный запах денег от топ-лиги европейской. Они считают, что такую лигу, если создать, денег будет навалом. Просто очень навалом у тех клубов. У наших клубов не будет денег, и нам не удастся. Что нам делать, Владимир Николаевич? Есть идея у РФС со всякими механизмами солидарности. Не со всякими, а с механизмом солидарности. Чтобы РФС увидел ситуацию, связанную с Тамбовым, и теперь говорит клубам. Ребята, с каждого клуба по 2% бюджета расходной части, который будет возрастать, фонд солидарности и помощи тем клубам, которые будут загибаться, чтобы клубы не умирали. А те, кто умрет, будут платить гигантский штраф, и их поручители, те люди, которые давали гарантию и прочее. Клубы на это говорят, вот ваш знаменитый жест, дулю. Они говорят, ребята, лучше проводите лицензирование. Не допускайте тех, кто не способен выплачивать, у кого нет денег. Почему мы должны платить за ошибки людей, которые не в состоянии грамотно управлять клубом? Да они платить-то не умеют. Им придется платить из денег, это Тришкин кафтан называется. Как я вам сказал, есть десяток компаний, которые в очень хорошем положении у нас в стране находятся. У них есть деньги. Вот эти, на шее этих компаний висят наши клубы, которые вам сейчас сказали, а что это мы должны Тамбову давать? Вот вы слышали, что они сказали? Мы сказали, а с каких фигов мы Тамбову будем? А Тамбов говорит, а мы не хуже вас. Как Воронеж в свое время был. Помните, я вам рассказывал ситуацию, когда я разговаривал с губернатором Воронежской области. И я ему сказал, вы же хорошо знаете Владимира Владимировича Путина. Если он ваш друг практически близкий, если вы попросите его, вам Владимир Владимирович обязательно спонсора даст. И ваш футбольный клуб «Факел» Воронежский поднимется с колен и будет сразу по-другому играть. И вдруг он сразу окажется в высшем дивизионе. На что он мне сказал в глаза? Просить я Владимира Владимировича не буду. И правильно сказал. Потому что не прошло двух лет, он уже стал первым заместителем председателя... Понимаете, о чем я говорю? Понимаю. Поэтому просить он не будет. А где Воронежский факел? Это называется «не проси за других, у тебя все будет хорошо». Совершенно верно. Поэтому, Сережа, ситуация такая. Мы можем заниматься пикировкой сколько угодно. Денег в нашей лиге очень мало. И вот те, у кого эти деньги есть, мне только не нравится, чтобы эти люди... Мне не нравится, когда они встают в позу великих. Типа того, они-то умеют зарабатывать. А вот такие, как Тамбов, не умеют зарабатывать. Крылья Советов, которые в прошлом году вылетело, не умеют зарабатывать. Тоже по шапке. А вот они умеют зарабатывать. А вы давно уже заметили, Сережа, у кого есть деньги, тот не вылетает. Тот не вылетает. По определенным причинам. Раз, 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 раз. Ну, Владимир Николаевич, раз, раз, раз. У Самары был бюджет 2 миллиарда, когда вылетели, опозорились так, что мама не горюй. Сереж, это значит... 2 миллиарда, Владимир Николаевич. Сереж, я согласен. Я согласен. Там, понимаете... Так не управлялись внешние силы. Сережа. Так не руководил агент Павел Андреев замечательно. Вот хорошо, что вылетели. Да. Дело в чем, я бы не хотел так прямолинейно говорить, как вы говорите сейчас. Тем не менее, тем не менее, безусловно, деньги надо считать. Деньги любят счет. Безусловно. Можно натворить страшные вещи. В конце концов, если безответственно подходить, любой вопрос можно утопить. Я говорю как правило. Как правило. У любого правила есть исключение. Есть безусловно. Вот вы говорите, это исключение. Но если бы не было исключений в правилах, самого правила бы не было. Просто говорят, если есть деньги, можно держаться на плаву. Вот и все. Да, с этим согласен. Спасибо большое. Пожалуйста. Продолжение следует...